Самое громкое событие недели – вылазка украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область России. На словах рейд приписывается подразделением, состоящим из российских граждан, Легион Свобода России и Русский Добровольческий Корпус. По фактам, понятно, не так уж много, но шуму вылазка наделала. Сергей Огурцов. Наконец-то оппозиция приехала с антивоенной конференции в Белгород. Вестник стабильности. Почему Россия не может просто отказаться от Белгорода, Курска и Брянска ради мира? Роман Попков. Настоящая оппозиционная борьба сейчас – это бои с путинскими упырями в Белгородской области. Это партизанские атаки в путинском тылу. Будущее рождается в этой борьбе. Не на дискуссионных панелях и не в подковерных драках объединительных политиканских форумов. Сергей Смирнов. Вообще, в сегодняшнем рейде в Белгородскую область два эпизода показательны. Первый, как украинцы об этом говорят. Танк можно купить в любом военторге, это не мы и так далее. Ну что, получили ответную риторику? Или вы думали, все будет работать только в одну сторону? Нет, конечно. Второй, про укрепления, на которые потратили огромные деньги и которые, разумеется, не работают. Что же здесь могло пойти не так? Юрий Федоров. Еще интереснее. Во второй половине дня появилось сообщение ГУРВСУ о том, что российские военные экстренно начали эвакуировать тактические ядерные боеприпасы из объекта «Белгород-22». Действительно, примерно в 10-12 километрах от районного центра Грайворон, около деревни Антоновка, в 20 километрах от границы, находится одна из центральных баз хранения ядерного оружия. Доблестным российским генералам до сих пор в голову не приходило, что держать это оружие рядом с границей по меньшей мере рискованно. Карина Орлова. Что-то кажется, теперь все посыпется, как домино. Сначала побежит белгородская власть, за ней соседние регионы. Несколько дальних республик, областей или краев объявят об особом статусе на фоне СВО, отказавшись подчиняться Москве. Росгвардия растворится в несколько часов. ФСБшники будут грабить оставшиеся под шумок, а потом присягнут новые власти. Патрушев или Нарышкин полетит на секретные переговоры с Уильямом Бернсом. Федор Крышенинников. Вообще не понимаю, с чего бы жители Белгородской области должны радоваться атаке военнослужащих Украины, какие бы паспорта у них ни были. Человек в военной форме другой страны, пришедший на твою землю без приглашения, всегда будет оккупантом. Это касается прежде всего нападения России на Украину, но и в обратном процессе ничего хорошего нет. Бредни про БНР и скорое падение Белгорода и Москвы даже комментировать нет смысла. Александр Чумаков. Что касается жителей города, откуда второй год под их жидкие аплодисменты летят ракеты на Харьков, то им можно эвакуироваться в специально подготовленный Бахмут. Там много пустых квартир, тихо и мирно, как и в других освобожденных городах Донбасса. Альфред Кох. Короче, если путинские силовики даже с такими диверсиями справиться не могут, то что говорить о том, как они поведут себя при украинском наступлении? У меня очень хорошие предчувствия по поводу наступления ВСУ. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.